Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Вот и наступил новый учебный год, с чем я вас и поздравляю. И, конечно же, сегодня наша программа будет посвящена им, самым замечательным, самым добрым, самым красивым и любимым нашим детям. Сегодня мы расскажем о том, о чем мечтают наши первоклассники, а также поговорим о способах, как научить их делать уроки самостоятельно, слушаться родителей и не зависать в телефонах. Но об этом сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 12-17, в горах до плюс 12, а днём 30-35 градусов тепла и местами до плюс 27. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, а в южных и центральных – 4-го класса. В Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 14-16, а днём 32-34 градусов тепла. Сегодня, 1 сентября, сотни первоклассников впервые сядут за парты Карачаево-Черкесии. Наша съёмочная группа побывала в одной из школ города Черкеска и узнала, с каким настроением пришли туда первоклассники и о чём они мечтают. – Ты рада, что ты в школу пришла? – Да. – А почему? – Потому что в школе хорошо и там можно учиться, научиться так всему и стать учёным. – Ух ты! Так ты учёным собираешься стать или кем? – Я хочу стать парикмахером. – А оценки какие будешь получать? – Пятёрки. Ну, и может быть, одну четвершечку за год. – Иди с ней, скажи, ты рад, что ты в школу пришла? – Да. Потому что там очень хорошо и можно учиться. Ещё там, например, много друзей. Можно завести много друзей. Если они будут на одной улице, можно с ними, например, учить уроки там, строить. – А учителей будешь слушаться? – Да. – А баловаться будешь? – Нет. Первоклассники счастливы, ведь школа – это совершенно новый, удивительный мир. Это не только учёба, это и дружба, и радость самостоятельных побед. Многим из них нет ещё восьми лет, а они уже определились, кем хотят стать в будущем. – Я хочу быть поваром. – Почему? – Потому что я люблю готовить, помогать маме. – Полицейским. Потому что полицейские защищают людей. – Они защищают людей. И страной они защищают. – Самбо белого мотылька у открытого огонька. – Я когда была в Шесту, стану певицей. – А где будешь спеть? – В Париже. Потому что там красиво. – Я хочу стать модельером. Буду шить красивые платья. Потому что там могут делать вещи, и продавец может отдавать вещи кому-то. – А как вы считаете, дорогие друзья, можно ли сделать так, чтобы наши дети нас слушались, уроки учили вовремя и не проводили всё время свободное время в телефонах? Вот на эту тему мы и поговорим сегодня с нашими гостями. Уж они точно знают ответы на эти вопросы. Я с удовольствием их представляю. Это мастер спорта России, заслуженный тренер Карачао-Черкесии, обладатель чёрного пояса, преподаватель высший и тренер высшей категории по кикусинка и карате Елена Александровна Муратова. Её воспитанники Яна Казакова, Илья Козлов и группа поддержки в лице карликового пинчера Джесси. Спасибо, что вы пришли к нам, Елена Александровна, ребята. Мы обязательно поговорим про спорт, как он помогает в жизни. Но сначала я бы хотела вас поздравить. Совсем недавно, Елена Александровна, вы покорили один из самых сложных маршрутов через горы к морю. И за пять дней прошли 50 километров. Расскажите, как это было, что это за поход и как вы стали его участником. Здравствуйте, спасибо за поздравление. Но на самом деле мы прошли 78 километров. Старт у нас был с города Майкопа и закончили мы в посёлке Дагомыс. Самое тяжёлое в походе было, это, конечно, непривычная жара в горах, потому что у нас горы нас освежают, там это очень жарко. Видели медведя живого. Вот-вот-вот. А скажите, охраняла ли вас группа поддержки в лице Джесси? К сожалению, там, где медведя, таких собак брать нельзя. Для них это лакомый кусочек, она бы только привлекала к себе. Поэтому её я оставила дома в этот раз. Было несколько перевалов. У нас было 4 ночёвки в палатках. Одна из них была на дикой стоянке. Мы на следующий день сделали радиальный выход на гору Аштен, 2804 над уровнем моря. А последние стоянки у нас были на специально оборудованных местах, окружённые электропастухом. Потому что приходят медведи и безобразничают на кухне. Елена Александровна, ну маршрут сложный. Он был когда-то в советское время один из самых популярных, да? Ходил в 30-ку вот таких разоботанных маршрутов. А почему вы приняли участие? Что вам не двигало? Я живу в Карачёво-Черкесии, горной местности. Я обожаю горы. И здесь радиальные выходы, это однодневные, двухдневные. Я, мне кажется, уже была везде. Поэтому хотелось чего-то нового попробовать. И была цель не само море, а вот именно вот этот переход. Ну очень интересный, особенно весёлый спуск. Последний день он оправдал своё название. Да? Было очень весело? 7 километров только вниз. Это самое тяжёлое было, это вот этот спуск. Ну а я думаю, что этому, конечно, во многом способствовала ваша хорошая физическая подготовка. Поэтому я хочу у вас спросить, задать традиционный вопрос. Почему спорт? Почему именно кёку-синкай карате? Да я не только кёку-синкай занимаюсь. У меня несколько видов спорта. Я в последнее время выступаю на фестивалях, ГТО езжу. Ну везде, где можно, я пробую себя. Просто этот вид спорта, который затянул меня профессионально. Я занималась именно на профессиональной сцене. Поэтому он как основной стал. И решили учить этому детей? Да. Сегодня у вас занимается... Вы ведёте занятия на базе 16-й гимназии. И сколько человек у вас занимается сегодня? Около 80 человек от 5 лет. И самому старшему в этом году должно исполниться 50. 50 лет? У нас занимаются дети с родителями. У меня занимаются мамы, папы. Как бы начинает ребёнок, родитель затягивается. Сначала просто фанат, а потом становится сам спортсменом. И не просто спортсменом. Родители занимаются не только для себя. Они сдают на пояса и пытаются участвовать в соревнованиях. Серьёзно? В своих возрастных группах. У нас есть мужчина, который в этом году исполняется 50 лет. Он два раза выступал по ветеранам. Дрался. Да, во что? Как интересно. Скажите, всё-таки на ваш взгляд, с какого возраста лучше приводить детей, чтобы они занимались спортом и конкретно карателем? Если боевыми искусствами, то это 8 лет. 8 лет. 8 лет, когда ребёнок понимает, что он хочет делать, а не когда его родители толкают, а потом он бедный каждый год ищет эту секцию. 8 лет он уже более-менее понимает, что ему нравится. А есть виды спорта, которых можно отдавать ещё раньше. А скажите, вот вы возьмёте любого ребёнка или у него должны быть какие-то способности, данные? Конечно, у меня занимаются дети разной комплекции, разных физических возможностей. Есть детки с отклонениями по здоровью. То есть ему даются определённые нагрузки, ток именно для него индивидуально. И задача стоит ему поправить здоровье уже потом, укрепить. И уже потом, если он хочет, то может дальше продолжать выступать где-то. У нас есть разные виды выступлений. Не обязательно это вести поединок с противником. Можно вести поединок с самим собой. Это выступление в технике, в ката. У меня есть девочки, мальчики, которые выступают только в этом направлении. Понятно. Ну вот я смотрю, у вас занимаются и мальчики, и девочки. Мальчики, понятно, мужчина должен уметь поставить за себя. А девочки? Ведь это такой жестокий контактный бой, когда, извините, без защиты выступают, и там полную силу удары наносятся. Яна, почему каратэ? Тебе вот не страшно было? Нет, мне было не страшно. Передо мной стояли тоже много разных видов направлений, в какой спорт уйти. И я выбрала именно этот. А почему? Больше всего привлек. Ничем. Техникой, ударами. Наверное, мальчишки тебя стороной обходят. Да. Боятся? Да. А девочки что говорят? Девочки уважают. Уважают, да? Ну, ты-то вырастешь, девушкой станешь. Вот представь себе, да? Станешь мастером спорта, как твой тренер. Познакомишься. Молодой человек как узнает? Ага. С кем он знаком? И быстренько, быстренько сбежит. Нет, не боишься? Не боюсь. Не боишься. Хорошо. Илья, а скажи, пожалуйста, вот многие родители, они боятся, есть такое опасение, отдавать в контактные виды спорта. Увечья там, руку-ногу сломают. В твоей жизни было такое, нет? Получал от своих соперников? Бывало, да, получал, но без этого никак не обойтись. Ну, все-таки должен быть опыт, с каждым надо вставать. Были травмы, ну, они были небольшие, ну, ушибы, синяки были. Переломов не было никогда. Обычно только ушибы, синяки. Родители, наоборот, были за, ну, чтобы я пошел в этот спорт. Они, наоборот, продвигали меня туда, чтобы я именно остался в этом спорте. В общем, они меня только поддерживали. Также со мной ходит моя мама. Ну, сначала ходил я, ну, вот с первого класса вот по девятый. Потом подключилась моя сестра. И уже за сестрой подключилась моя мама. Теперь мы ходим целой семьей, в общем, в эту секцию. Ты посмотри, вот оно как бывает. В общем, вы все умеете за себя поставить, да? Да, все. И сестра, и Илья. Илья, а скажи, приходилось ли тебе в реальной жизни, вот, ну, мальчишки, они все равно дерутся, куда ты от этого денешься. Приходилось ли тебе применять полученные навыки в жизни? Нет, не приходилось. Я обычно пытаюсь эти конфликты, ну, обойти стороной я обычно не лезу в них. Мне это особо не нравится. Ну, и этот. То есть ты умеешь на словах объяснить? Ну, бывает, да, я могу на словах, а бывает могу и дать хорошо. Дать хорошо, да? Ага. Бывает все-таки такое. Да, ну, когда приходится. Когда не понимаю с полу слова, приходится лезть в драку. Ага, понятно. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вот ваша цель как тренера, чему вы хотите научить детей? Ну, вот не только же постоять умению за себя. Это меньшее, чему я хочу научить. Меньше? Да, большее я хочу научить, чтобы они были уверены в себе, чтобы они крепко стояли на ногах. Спорт, чтобы давал им такую уверенность, что вот на самом деле, когда человек становится сильнее, ему не нужно никаких доказательств, ненужных слов. Он ведет себя довольно воспитанно, дисциплинированно. Ну, я хочу, чтобы мои ученики просто становились хорошими людьми. Яна, а скажи, пожалуйста, вот многие родители считают, что спорт, да, это, конечно, хорошо. Но, может быть, родители, дети которых не ходят в спортивную школу, не занимаются спортом, думают, да вот такая нагрузка, тут надо учиться, такая школьная программа сложная, тяжелая. Какой там спорт еще, он будет только отвлекать. Тебе спорт в жизни помогает? Да. Каким образом? Он помог мне стать более уверенной в себе и воспитать характер. Ну, какие качества ты воспитала в себе? Я не боюсь трудностей, стараюсь их преодолеть. Понятно. Но мы уже знаем, как Илья умеет преодолевать, да? Если не поняли, так получили. Илья, а тебе вот скажи, ты уже 9 лет все-таки занимаешься с первого класса. Вот у тебя 9 класс, все-таки экзамены предстоят. Ты приходишь с тренировки домой. Тренировка во сколько заканчивается? Восемь. Восемь. Ну, прости меня, а когда ты делаешь уроки? У тебя хватает ли времени на уроки? Да, мне хватает времени, я успеваю сделать все, то, что задали нам на дом. До тренировки или после? До тренировки. До тренировки. А бывает то, что не успел, я прихожу, делаю пост в тренировке. Ясно. Елена Александровна, на ваш взгляд, вот вы не первый год наблюдаете за детьми. Занятия спортом им помогают в учебе? Да, дисциплинирует. У меня многие родители потом пишут или звонят слова благодарности, что ребенок более собранный, более ответственный, то есть его не надо каждый раз гонять, он сам понимает, что ему нужно это сделать. И в семье выравнивается такое отношение между родителями и ребенком, потому что, я же говорю, мы учим не просто махать руками, ногами, мучаем, уважением к старшим, друг другу, помощи. И приятно, когда родители об этом пишут и благодарят за это. То есть вы наблюдаете, что занятия спортом, они не просто человека развивают, но и помогают отношениям в семье. То есть дети уважительно относятся не только к своему тренеру, но и к родителям. Да, Яна, так? Да. Хотелось бы верить, но раз Елена Александровна говорит, значит, это так и есть. А вот такая проблема, от которой многие родители просто устали, они борются, но не знают, как это победить. Наши дети постоянно зависают в телефонах. Яна, честно скажи, в телефонах зависаешь? Нет. Нет? Ты тебе не поверила. Есть увлечение намного лучше, чем телефон. Например? Допустим, прочтение интересной книги. Ага. И какую же книгу ты последнюю прочитала? «Метро-2033». Какая умница. Илья, а у тебя наверняка время находится в телефоне посидеть? Ну, хоть недолго, переписываться, в тевтоке посмотреть, что-нибудь интересное. Ну, да, бывает, но большее время я провожу либо за уроками, либо же чтением книги также. Да? А ты тоже читаешь? Да. Боже мой, какие дети. И что же ты прочитал? Я вот сейчас читаю, там, получается, нянька. Рассказ идет о том, что в 60-е годы в Америке, ну, время хиппи-рока, и этот, получается, одна мать, она плохо общалась со своим ребенком, и она наняла няньку, ну, мужчину. А мужчина, он, оказывается, серийным убийцем был. То есть в телефонах вы не зависаете, как некоторые дети, да? Практически нет. Елена Александровна, как считаете, это правда или нет? Или они просто так вот говорят? Частично. А так проблема эта стоит и в спортивных секциях, но я стараюсь помимо спортзала выдергивать детей на какие-то выездные мероприятия. Это лагеря, сборы, и там уже находим себе развлечения. Например, вот сейчас мы были в Анапе на сборах буквально несколько недель назад. К телефонам нам было некогда. У нас были шахматы, у нас были какие-то настолки, у нас было купание, тренировки, и до телефона просто некогда было доходить. И это действительно так, дорогие друзья. У нас есть небольшой отрывочек. Мы можем показать, как во время каникул дети занимались на берегу Бадугских озер. Сразу приносим извинения, съемки любительские. Качество не очень хорошее, но тем не менее это интересно. Че! И! Че! Сем! Че! Сем! Че! Гитара, ты шурупов! О! Че! О! Че! Отлично! Стоять! Видно? Пока мы смотрели с вами, дорогие друзья, отрывок, наши юные герои сказали, что они приготовили нам какой-то сюрприз. Да, Яна? Да. А пока наши юные герои готовят нам сюрприз, я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из документального фильма «Клятва», который в прошлом году как раз-таки снимали про наших героев. Давайте смотреть. Мы будем тренировать наши сердца и тела. Эть и цена для достижения твердого и непоколебимого духа мы будем следовать истинному смыслу воинского пути, чтобы наши чувства были наготове. С истинным рвением мы будем мультивировать дух самоотрицания. Мы будем соблюдать правила этикета уважения к старшим и поддерживаться от насилия. Мы будем стремиться выполнить истинное предназначение Уди Киоку Синкай. Сейчас мы вам покажем боевые связки. Лоу-кик Малаша Герри Тудан. Поехали. Лоу-кик Малун. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Елена Александровна, Яна, Илья, сегодня 1 сентября, и у вас есть возможность обратиться к нашим зрителям. Что бы вы им пожелали, Елена Александровна? Ну, главное, чтобы они учились с удовольствием, искали в нелюбимых уроках какие-то интересные моменты. Да-да, учиться будет легко. Успехов в учебе, ну и, конечно, в спорте. Угу. Яна? Угу. Хорошие пожелания. Я вам желаю тоже хорошего учебного года, новых достижений в спорте, всего самого доброго. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша программа закончена. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.